Издательство Бомбора Океан книг Издательство Эксмо Сара Найт Успокойся, чёрт возьми! Примечание к названию Эта книга посвящена беспокойству во всех его проявлениях От повседневных, а вдруг, до полномасштабной истерики Я не обижусь, если вы решите, что я самая отъявленная сволочь Раз назвала так книгу Все ведь знают, что «Успокойся, чёрт возьми» Первая в длинном списке бесполезных фраз Которые можно сказать человеку, когда он волнуется В самом деле, если я расстроена И кто-то предлагает мне успокоиться Мне хочется тут же его прибить Так что я вас понимаю Но эта книга ещё и о проблемах У всех они есть И если вы хотите их решить То спокойствие — это именно то, что вам нужно Вот такие дела Если вам от этого станет легче То знаете, что в этой книге я говорю вам «Успокойтесь, чёрт возьми» С той же целью С какой говорила «Just fucking do it» На страницах одноимённого бестселлера «Нью-Йорк Таймс» То есть для того, чтобы мотивировать и воодушевить вас А не пристыдить или осудить Уверяю вас Это моя единственная цель И я не самая отъявленная сволочь Эта честь принадлежит тому, кто придумал Вуву зелу Всё? Претензий больше нет? Отлично! И ещё кое-что Прежде чем мы с головой погрузимся в успокоение и решение проблем Я знаю разницу между временной тревогой и полноценным тревожным расстройством Знаю, потому что у меня самой стоит диагноз Генерализированное тревожное и паническое расстройство Пишите о том, что знаете не понаслышке, ребятки Конечно, полная ругань и книга по самопомощи Не заменит профессиональную медицинскую помощь Но если вы купили «Успокойся, чёрт возьми» Потому что, как и я, постоянно испытываете клиническое беспокойство То здесь вы найдёте много советов, рекомендаций и методов Которые помогут вам совладать со всем этим дерьмом А потом можно переходить к решению тех проблем Которые, собственно, и питают ваше беспокойство Но, возможно, нет у вас никакого тревожного расстройства Или вы не осознаёте, что оно у вас есть А может, просто не решаетесь это признать Вероятно, вы испытываете лишь временное беспокойство В определённых ситуациях Без паники «Успокойся, чёрт возьми» Предоставит вам широкий ассортимент средств Для борьбы со стрессом Плюс советы, рекомендации и методы Для того, чтобы как-то справиться с этой вашей проблемой Которую вы не осознаёте или не решаетесь признать Ну, так, на всякий случай Введение Я хотела бы начать с пары вопросов Сколько раз в день вы спрашиваете себя «А вдруг?» Мол, а вдруг случится то или другое? А вдруг всё пойдёт не так? А вдруг что-то не оправдает моих ожиданий? Сколько времени вы проводите, волнуюсь о чём-то, что ещё не произошло? Или о том, что не только не произошло, но и едва ли произойдёт? Сколько часов вы бездарно просвистели, напрягаясь из-за того, что уже произошло? Или избегая этого, пока тихая паника наполняет вашу душу, вместо того, чтобы просто разобраться с проблемой? Не стесняйтесь, я не пытаюсь вас пристыдить, наоборот, я отвечу первой. Отвечаю «слишком много», «чересчур много» и «дофига». Полагаю, мой ответ совпадает с вашим, потому что если вы ответите «ни разу», «ни сколько» и «ноль», то причин для прослушивания этой книги у вас нет, как и заработанной потом и кровью квалификации для её написания. Что ж, я пришла с хорошими новостями. Когда мы с вами закончим, то в следующий раз при столкновении с очередными «а вдруг», вне зависимости от того, будут ли они поводом для тревоги на пустом месте или насущной проблемой, требующей решения, вы не станете доводить себя до панической атаки. Вместо того, чтобы рыдать весь день напролёт, колотить стены или избегать проблем до тех пор, пока они не усугубятся, вы научитесь заменять беспомощное «а вдруг» вопросом, который гораздо более логичен, реалистичен и действенен. Хорошо, и что теперь? А дальше вы разберётесь со своей проблемой, в чём бы она ни состояла. Но не будем забегать вперёд. Начнём со снов. Дерьмо случается. О, ещё как! И когда я задумываюсь о том дерьме, которое могло со мной случиться, или, скорее всего, однажды случиться, то вспоминаю строчку из песни покинувшего наш мир музыкального гения и гангстера по духу единственного и неповторимого принца. Покойся с миром. Дорогие возлюбленные, мы собрались здесь сегодня, чтобы пройти через то, что зовётся жизнью. У Его Пурпурного Величества были сомнительные взгляды на многое. Например, на религию, изящные ткани и разновозрастные отношения. Но в данном случае он попал в точку.